Кто к нам присоединяется, сегодня у нас эфир для фотографов, которые, возможно, хотят стать продюсерами, хотят узнать, кто же такие продюсеры, чем они могут помочь, и как это поможет росту фотографа. Мы занимаемся поиском заказов. А вот ту тему, которую развиваешь ты, сделать проект под потребности бизнеса и потом его предложить, вот это, на самом деле, очень классная идея. И я занимаюсь сейчас таким в своей сфере, в видеографии, а ты делаешь это для фотографов. Это очень-очень интересно, увлекательно. Вот расскажи, пожалуйста, об этом направлении. Да, на самом деле это произошло потому, что ко мне начали обращаться фотографы с просьбой спродюсировать. И я сначала не понимала, что вообще происходит, но они мне стали предлагать свои проекты. И я начала думать, а кому их предлагать. То есть мы познакомились, например, с фотографом из Крыма, а она говорит, я хочу выставку в Москве и так далее, в Питере. Я, значит, там походила, поспрашивала, выяснила вообще, как это все происходит, и понимаю, что, собственно, с ее проектами готовыми ее там никто не ждет. То есть желающих, которые работают, хотят вот там свои проекты продавать, которые из головы взяты, такие творческие. Ну, как бы их много, и это творчество. Но человек хотел денег за свою работу. И как это сделать, вот встал вопрос. И я познакомилась с Аней Радченко. Это такой фотограф-режиссер. Она работает в Лондоне. И я пришла к ней в эфир. И, собственно, вот эту мысль о том, что фотограф должен двигаться навстречу бизнесу, а не бегать со своими какими-то идеями, я вот нашла поддержку в общении с Аней. И получилось так, что у нее в программе я участвовала, где она рекомендовала прям непосредственно уже живой человек-фотограф, как раз вот эту тему, что фотограф должен двигаться таким образом, чтобы он сначала сделал презентацию своего проекта, проработал его, предложил его кому-то и не тратил свои деньги на то, чтобы вот как бы этот проект продвигать. А нашел заказчика и с ним начинал работать под деньги заказчика. То есть есть два пути. Можно самому себя рекламировать, а можно и ждать, когда к тебе придут. А можно сделать проект под конкретного заказчика и предлагать ему. Готов проект. То есть особо это много усилий не требует от тебя. Только это свои идеи. И ты уже фактически продаешь не просто свою идею, а ее воплощение для конкретного бизнеса. Идей там много, трендов много и людей идейных много. А вот продать – это, как говорится, проблема. Так, чтобы еще все свое состояние на это не угрохать. Не вкладываясь в рекламу. Да, не вкладываясь в рекламу. Потому что реклама очень много денег просит. Наверняка, например… Аня, извини, я заребью. А правильно я понимаю, ты готовишь проекты с фотографами под конкретного заказчика или под какую-то сферу бизнеса? Пока получается так, что под сферу. Потому что у фотографа возникает идея. Делается презентация. Дальше мы смотрим портфолио. Насколько оно подходит вообще под ту сферу деятельности, которую хочет зайти фотограф в коммерческую. Получается так, что мы прорабатываем определенные каналы продаж. Как в маркетинге, да, говорят. И фотограф пишет письмо сопроводительное, отправляет презентацию, делает свое портфолио под заказчика. И это все отправляется заказчику. И фактически задача… Аня, вот спрашивают Наталья Град. Приведи, пожалуйста, пример проекта для бизнеса. Пример проекта для бизнеса – это тот же самый рекламный фотопроект. То есть, из которого мы делали, получается, там два варианта. Это вот реклама бренда, из которого у меня уже был. Это реклама бренда какого-то. То есть, делается, допустим, или косметика, или одежда. То есть, делается под конкретный бренд. Вот у фотографа появляется идея, ну, допустим, вот тренд, там, ЗОЖ-тренд. Его же можно по-разному развернуть. И вот задача все-таки, каких моделей взять, и как вот это вот все завернуть все-таки под фото. И предложить им, допустим, под публикации в журнале, да, проект, под их рекламу, связаться с их представителем бренда и конкретно обсудить, а что им, какая съемка будет нужна, в каком формате для того, чтобы их бизнес двигать. Потому что здесь есть две стороны. Со стороны заказчика практически всегда есть человек, который этих фотографов ищет. Да? Ну, одно дело, когда он просто, ну, как бы сам это делает, а другое дело, когда ты к нему пришел. И большинство и как бы пишут, и приходят. Но это ж нужно сделать, да, эту идею продвинуть, сформулировать, да. То есть сейчас не принято, так как раньше по знакомству там, да. Сейчас хочется, чтобы выбор был большой, чтобы был человек-профессионал. И вот, как ты сказал, ты тщательно выбираешь фотографа. Так же выбирают и заказчики. Вот. И вот этих людей, так называемых стыкхолдеров, да, со стороны брендов, с ними надо знакомиться. Например, и вот этот вот действующий механизм коммуникации, когда фотограф сам себя все-таки должен продавать, и такого нет, чтобы он пришел, сказал, Илья, как ты сказал там, спродюсируй мой проект. Ты сказал, ха-ха. Ну, как-то вот, да, такого даже и не было, да. То есть фотографу все-таки приходится продвигаться тем нетворкинга. И те люди, которые нетворкингуют хорошо, да, вот у них это и получается. Они находят заказчиков, сразу у них рождаются проекты, они могут быстро воплотить это, они профессионально могут выставить свет, увидеть кадр, вот это все. И они, когда это заточено под конкретный бизнес, да, то есть они понимают, что они там, условно говоря, хорошо шапочки продают там, или им нам нравится белье нижнее продавать, или там какую-то одежду, или это предметные съемки, там, да, вот с косметикой работать. Вот такие вещи, потому что, собственно, бизнес-то понятный какой, вот его, ну, выбирай, просто бизнес, который тебе нравится. Это будет такое. Вопрос, вот, Аня. Ну, просто, если просто есть творческая идея, да, у фотографа, и он понимает, что это будет хорошо и красиво эстетически выглядеть, просто наугад прилагать ее бизнесу, это один уровень. Да. Хорошая реклама и хороший рекламный проект, он же решает задачи клиента. Да. Вот мне интересно, в твоем фотопроекте, который продюсируешь ты, на каком этапе фотограф учится видеть проблему, которая есть у клиента, и решать ее с помощью своего фотопроекта? Потому что вот здесь происходит симбиоз творческого и коммерческого. Как, на каком этапе обучения у тебя это происходит? Это не совсем обучение, потому что коучинг, это, ну, как форма, да, общения, это не совсем то, что я кому-то учу. Это процесс, когда человек вот эти смыслы начинает воспринимать. То есть это мозговой штурм банальный, да, и это связка идей и различных вот фраз, которые произносит в разговоре фотограф, когда он описывает свою идею, и дает вот этот вот прогресс замечательный, даже несмотря на то, что я там сама не фотограф, да, и я прошу даже прямо сейчас модно писать отзывы. Я говорю, ребят, просто наговорите мне, пожалуйста, я скрайбирую, да, вот то, что вы говорите. Не нужно там изобретать что-то, просто скажите, чем вот это было полезно. И фидбэк от фотографов такой, что даже несмотря на то, что ты не фотограф, как бы первоначально сомнения, да, что-то я иду, как бы, да, заниматься фото-проектом, не к фотографу. То есть те, которые я задаю, они связаны именно с работой с заказчиком. Например, у меня получилось так, что когда мы пошли в проект, девушка была уверена в том, что она хочет с этим работать, и у нее получится. В результате, когда она начала активно нетворкинг проводить и искать заказчиков, она выяснила, что у нее есть проблемы личные в работе со светом, да, вот ее профессиональные. То есть она побоялась, да, и она взяла тайм-аут на то, чтобы вот эту проблему решить. Для этого конкретного проекта нашла человека, с которым она будет над этим работать, чтобы у нее вот эта вот уверенность проявилась, и у нее уже не было такого, что она будет бояться предлагать свою работу. Вот так вот это сострея происходит. И этот процесс я и назвала вот своим как бы проектом «Фотогроу», как ты написал, да, в рекламе. То есть это процесс роста в коммерческой фотографии. Ну, это вот как бы ответ на твой вопрос к тему эфира. Зачем фотографу становиться продюсером? Сколько времени требуется вот человеку, который занимается фотографией, перейти вот на новый уровень? Когда вот ты говоришь, он начинает видеть новые смыслы? Ну, это вообще происходит при каждой встрече. Новые смыслы появляются, да, новые вопросы. И процесс подготовки проекта – это, ну, два-три месяца все-таки. Когда человек уже полностью уверен в том, что он сможет справиться с командой, понимает, кому что он хочет делегировать. То есть можно подобрать под команду нескольких человек, которые были бы взаимозаменяемы, потому что нужно заключить с кем-то договор там, да. Вот. И все это, как раз это процесс, когда вот он проходит вместе, человек вот эту уверенность получает. Ну, конечно, он еще не продюсер, но он уже понимает, как себя продавать, и он видит ценность своего проекта, как мы с тобой вначале говорили. Вот эта ценность у него как раз и появляется. Потому что нету гонки у нас такой, да, это человек в комфортном режиме. Например, у меня, когда, получается, бизнес приходит с запросом на поиск фотографа, да, для того, чтобы фотопроект какой-то сделать, они такие, ну, иногда-то фотопроект, а, у меня нет там на это времени, а продвигаетесь вы как? А, ну, пока никак, как бы, и все, как бы. Ну, бывает так, что вот на этом, как бы, у них нет на это времени. Ну, бывают и такие ситуации. Да, а как продвигать? Мне хотелось бы узнать, вот, из тех людей, которые сейчас присутствуют на эфире, друзья, напишите, когда вы начали заниматься фотографией? Вот первый раз, когда вы взяли за ваш фотопроект деньги, сколько времени назад-то было? Сколько лет или, там, может быть, месяцев или дней? Мне просто интересно, какая у нас аудитория. Ну, да, вот у меня, получается, из опытов, что ко мне приходили фотографы, как минимум, у которых уже наступил период, когда просто делать фотки неинтересно. И это года три уже точно человек фотографировал, он уже принял решение, что он остается в фотографии, что это его профессия. То есть это три, пять и больше лет. То есть пока... Он уже уперся в определенный профессиональный потолок, так называемый стеклянный потолок, когда ты двигаешься вверх и не можешь. И он понимает, что ему нужно расти. Ну, пока я ответов не вижу, давай я тебя тогда... Ну, вот Наталья Град пишет 7-8 лет. 7-8. Как раз, да. Да. Наташа большая, молодец. Да. Поэтому где-то вот так вот, да, так и есть. Правильно. Но у нас с тобой практически уже 30 минут мы заканчиваем. И ты хочешь подвести итог вот все-таки? Прям по пунктам. Ты очень талантливо это делаешь. И прям... Зачем фотографу продакшу прям... Там три пункта. Зачем фотографу продюсер, продюсером становиться, да? Вот. Вот, да, мы с тобой вот именно кристаллизовали эту тему. Ты сначала... Сначала это звучало как... Зачем фотографу продакшн? Я говорю, да не особо нужен фотографу продакшн. Зачем фотографу продюсер? Ну, не знаю, если он такой гениальный творческий, но у него нет времени на продвижение. Да, ему нужен продюсер, чтобы продвигать. Но вот зачем фотографу? Ну, становиться продюсером совершенно определенно для того, чтобы лучше понимать клиента. Для чего лучше понимать клиента? Чтобы больше зарабатывать. Когда ты свои творческие идеи соединяешь с потребностями заказчика, когда заказчик свои проблемы по бизнесу, свои задачи по бизнесу решает с помощью твоих творческих идей, фотограф получает и творческую реализацию, и деньги адекватные. Вот краткий ответ на этот вопрос. И знаешь, еще одну тему, наверное, нюанс вот этого пути становления фотографа как продюсера, ну и вообще фотографа как личности мы не коснулись, это вопрос лично о личном бренде. Но я думаю, что это отдельная тема, и ее стоит наверняка вынести в отдельный эфир. развитие личного бренда фотографа. Да, я думаю, что тогда мы будем заканчивать. Сегодня у нас эфир для фотографов, которые, возможно, хотят стать продюсерами, хотят узнать, кто же такие продюсеры, чем они могут помочь, и как это поможет росту фотографа. Так, привет-привет. Еще пару минут, да. И я присоединю Илью. Илья, я тебя вижу. Давай я попробую отправить запрос, чтобы долго не... Так, не ждать. Хотя он пишет ожидания. Сегодня у нас ранний эфир, поэтому я понимаю, что в основном будет смотреть запис. Привет, я ждала тебя в оранжевых очках. Доброе утро. Нет, ну ты знаешь, они у меня сейчас здесь. На вопрос. Супер. Когда я буду сильно умничать на говорении Илья, надень оранжевые очки. Да, хорошо. Слушай, ну, доброе утро. Я в первую очередь, знаешь, что хочу сделать? Привет, Мария. Привет. Да, привет. Я хочу тебя поблагодарить, потому что люди, которые отреагировали на эфир, они, знаешь, на что отреагировали? Они отреагировали на твою рекламу, которую ты сделал. Вот эти вот замечательные, да, замечательные слайды, которые ты придумал. Вот эта музыка... Спасибо, Маша. Эта музыка... Да, и первые вопросы такие, Аня, а кто это тебе сделал? А сколько ты за этого заплатила? Я такая, Аня, сколько? А вот есть такой добрый человек, да, который захотел сделать эфир и сделал вот сам такие замечательные вещи. И я тебя представлю. Мы с тобой познакомились, ну, так, более-менее по работе, получается. Я сейчас посмотрела прям 7 марта 2017 года, где-то это произошло, два года назад. И ты мне помог сообразить, что такое вообще видео, да, и как делать видеомонтаж. Я узнала, что такое магия пяти секунд. Попыталась сделать свой первый ролик. И я тогда не знала твои все регалии. Оказалось, что у тебя 20 лет уже сейчас опыта, работы, работы как рекламный продакшен у тебя. То есть ты видео... Как сейчас модно говорить... В общей сложности, да. Видео-видео, как это называется? Видео-видеограф, вот. Видеограф, да, ты, получается. Видеограф. У тебя свой продакшен, то есть ты 20 лет работаешь с коммерческими проектами, продвигаешь разные бренды, получается, да? Да, начинал я с аудиорекламы. Это было еще в 98-м. Затем в 2002-м я начал заниматься видео. С 2006-го года я делаю это официально. И, да, основные мои клиенты – это коммерческие компании, бренды, но сейчас это также и специалисты, так называемые личные бренды. Это сейчас работа даже для меня более приятная, потому что она от человека к человеку. Супер. Ну, поскольку у нас тема эфира такая интересная, зачем фотографу становиться продюсером, наверное, я предлагаю с самого начала начать. И поскольку ты продюсер, прям продюсер, в отличие от меня, начинающего, да, может быть, ты расскажешь нам, да, вот кто все-таки такой продюсер, зачем, может быть, он понадобится фотографу, да? И это будет мой первый вопрос. Кто такой продюсер, зачем он фотограф? Угу, хорошо. Во-первых, всем привет, еще раз, кто присоединился. Спасибо тебе, Аня, что пригласил на эфир. Для меня эта тема очень интересная и живая, всегда была и есть, и будет. Чтобы попроще ответить на вопрос, кто же такой продюсер, ну, это, если продакшен рассматривает, как производство аудио- или видеоконтента, или фотоконтента, то продюсер – это начальник производственного цеха. продюсер – это тот человек, который имеет коннект со всеми участниками команды и, самое главное, с заказчиком. Продюсер – это человек, который соединяет творческую составляющую в команде с коммерческой, чтобы она была нужна клиенту. Вот, творчество с коммерцией соединяет. Ну, и если мы говорим про продюсера, который продвигает и развивает там личные бренды, это человек, который находит деньги на проекте. Поэтому у продюсера несколько ипостасей. Но мы сегодня, насколько я понимаю, будем разговаривать о роли продюсера как о следующей ступени фотографа. Правильно? Да, но сначала все-таки мы подумаем о том, что, наверное, фотограф не сразу понимает, что он сам может стать продюсером. Он как-то ищет сначала наемную, наверное, работу, да? Может быть, он обращается в продакшн, да? Вот в каких случаях к тебе обращались фотографы? Ты их нанимал, да? Какие у вас вот складывались отношения? Нет? Да, конечно. Первоначальный путь фотограф, он лежит в поиске заказов, съемки. То есть фотограф изначально – это исполнитель. Честно, ко мне в продакшн фотографы сами не приходили. И я понимаю, почему. Это связано с некоторым пониманием уровня работы, на котором находится исполнитель. А вот я фотографов приглашаю часто и делаю это с удовольствием, потому что, несмотря на то, что моя основная эстезия – это видеография, видеоролики, рекламные, презентационные фильмы, и я как играющий тренер. Я могу руководить процессом, могу взять камеру, могу записать голос, могу смонтировать, могу сделать спецэффекты, то по части фотографии я полностью приглашаю фотографа на съемку, постановку света, обработку фотографий. Единственное, с чем я ему помогаю на съемках – я, грубо говоря, ассистент фотографа на съемках, а за кадром я соединяю как раз коммерческую часть с творческой. «Какая роль продюсера у фотографа?» Можно так сказать, что для чего фотограф и продюсер, а правильнее сказать, зачем фотографу становиться продюсером. Ответ на этот вопрос очень простой и короткий, для того, чтобы существенно увеличить свой доход. Ты правильно написала в своей публикации, в каком случае возможен большой гонорар фотографа? Большой гонорар фотографа возможен не тогда, когда он мнит о себе много и говорит «я хочу зарабатывать столько-то», а в том случае, когда он понимает, зачем клиенту его работа, какая ценность у этой работы. Вот это задача уже продюсера или фотографа как продюсера. И стоимость работы фотографа должна быть чуть-чуть ниже этой ценности. То есть ценность для клиента работы фотографа, она должна быть всегда чуть выше, чем цена. В этом случае фотограф-продюсер уже понимает ценность своей работы и назначает адекватную стоимость за нее, а не просто ориентируясь на рынок или демпингуя, как часто это происходит. Скажи тогда, вот у тебя были сложности у самого как в работе с фотографами? Какие были, допустим, может быть, ошибки какие-то в создании тех проектов, которые были? Может, тебе фотографы чем-то мешали работать или какие-то допускали ошибки, которые тебе заняли? Для меня фотограф – это всегда человек, который по-особому видит кадр. Потому что я, как режиссер и продюсер, смотрю на кадр с точки зрения видео. Фотографы меня всегда удивляли тем, как они в узком фрагменте реальности могут увидеть кадр и сказать, как сделать лучшую композицию. Я всегда доверяю фотографу. Но надо сказать, что я внимательно подхожу к выбору фотографов. Я смотрю на их портфолио, смотрю на их работы, общаюсь лично, слышу, чтобы человек был адекватный и готовым к диалогу. И существует подготовительный процесс, на котором я объясняю задачу и также слышу, как меня понимают. И уже непосредственно на самой съемке я ставлю задачу, да, я могу оперативно ее корректировать. Но, как правило, фотограф дает мне ощущение и понимание композиции и говорит, как лучше сделать, как лучше выстроить кадр. А я ему здесь помогаю. Я бы не сказал, что у меня какие-то были случаи с фотографами. Даже, честно, не могу припомнить. Единственное, это были только какие-то забавные курьезы. Ну, а рабочие моменты возникали такие. Например, мы приходим в помещение, где это ресторан. И очень длинное помещение. С одной стороны панорамные окна и замечательный вид, а с другой стороны там барная стойка и, как называется, место, где работает пицца-вокер. И она не очень, скажем так, интересного дизайна. Она была построена еще лет 10 назад. И главное преимущество места, куда приходит посетитель, это вид и еда. И вот мы это и сделали. Мы выбрали фотографам наилучшие кадры, наилучшие ракурсы. После чего заказчик мне сказал, ну, вы знаете, мы хотим показать нашу замечательную барную стойку. И вот тут встает дилемма, да? Вот тут всегда возникает конфликт между заказчиком и исполнителем. И если бы, конечно, был бы один фотограф и заказчик, то было бы сложнее противостоять вроде как заказчику, он платит тебе деньги, и ты должен подчиниться его воле. Поскольку у меня есть опыт, как у продюсера, я, ну, порой прямо говорю, что, ребята, извините, если вы хотите вот прямо показать это, технически, конечно, никаких проблем нет, чтобы это сделать. Но, простите, это отстой. Ну, все-таки взрослые, и заказчики уже не первый год меня знают, я могу им прямо сказать, что и как выглядит. Я говорю, барную стойку мы можем показать только на заднем плане, а на первом плане пусть будет пиццу-вокер, который подает пиццу. То есть, ну, вот это какой-то некий симбиоз желания заказчика, и мы принесли какую-то новую идею, чтобы это соединить. И фотограф в этом помогает, вам как бы ловит идею, или даже иногда прилагает ее, и мы ее осуществляем. Поэтому у меня, наверное, не бывает, честно скажу, каких-то конфликтных ситуаций с фотографами, потому что, наверное, тщательно подхожу к выбору тех людей. И для меня, поскольку я много времени провожу на работе, для меня в работе процесс – это достаточно важная часть, и для меня немаловажно, с кем я буду общаться, что за человек со мной общается. И это всегда люди, с которыми мне как минимум приятно общаться, и, разумеется, получать нужный результат на работе. Ну, здорово!